представители одного племени занимаются шрамированием и устраивают битвы копьями представители другого проделывают путь в 10 километров ежедневно в одну сторону чтобы попасть в школу 3 живут буквально на воде и все это можно увидеть своими глазами в наше время в этом видео вы узнаете о 5 племенах которые можно посетить в качестве туриста но перед тем как приступить к знакомству с племенами не забудьте подписаться на канал так вы будете чаще видеть интересный контент о разных городах и странах мы с вами будем развивать мифы и узнавать больше достопримечательностях и природных красоток всего мира и конечно же жду лайка после просмотра сурия эфиопия представители данного племени известны своими жесточайшими битвами с копьями и губными дисками у женщин шрамированными и разрисованными телами а также своими пристрастиями к выпиванию крови животных и гаданием по внутренностям коз как ни странно но к иностранным туристам приезжающим в гости представители племени относятся очень тепло и всегда им рады при этом с остальным окружающим миром племя ведет себя довольно закрыто а его образ жизни является практически первобытным традиции племени входит особое внимание к внешности девушкам еще в юном возрасте выбивают зубы и прокалывают губу в которой вставляют деревянный диск который постепенно увеличивают вплоть до замужества считается что чем больше его диаметр тем больше коров заплатят отцу невесты разрисовывание тел тоже важная часть культуры племени они рисуют на себе орнаменты с помощью белой глины в эфиопских племенах в принципе тело рассматривается как большой холст а его украшение своеобразный способ самовыражения по сути для представителей племени суре рисунки на теле в какой-то степени выполняют ту же роль что для нас выполняет одежда мужчины в качестве развлечений участвуют в боях на копьях которые были официально запрещены местным правительством но традиция оказалась сильнее законов тренировки с копьями помогают мужчинам держать себя в форме а сами бои способ показать себя с новой стороны возлюбленным женщинам случается и так что такие бои заканчиваются и летальным исходом но членов племени это не останавливает что касается шрамирования то шрамы здесь украшают не только мужчин ну и женщин шрамами здесь покрывают и девочек лет 12 если ребенок стойко выдерживает данный ритуал считается что тогда девочка готова к браку и взрослой жизни при этом если девочка не выдерживает более это становится семейным позором поэтому такое бывает крайне редко и дети терпят любой дискомфорт масса и кения это самое известное племя на территории кении и танзании их представители не лоты люди которые пришли в кению с берегов нила масса и одно из самых смелых племен их дети могут идти в школу пешком по два часа в один конец выходя из дома в пять утра и проделывая путь сквозь территории со львами и змеями бытует даже мнение что сами львы увидев красной одежды членов племени убегают поджав хвосты и мужская и женская половина племени имеют традиции растягивания мочек ушей раньше считалось что если мочки не растянуты значит это не масса я самозванец но постепенно эта традиция теряет свою актуальность богатым считается тот масса и у которого много скота и детей если у мужчины есть большое количество коров значит у него больше шансов заполучить сразу несколько жен многоженство здесь не порог но за каждую жену необходимо отдать кругленькую сумму это может быть как три козы так и 20 коров масса и пол кочевой народ они отправляются в новые места когда их стада нуждаются в новых пастбищах на территорию современной кении они тоже переместились согласно мнению ученым из судана марани это молодые масса и только что посвященные в войны долгое время ходила легенда что связи же испеченные войны питаются только молоком и кровью но на самом деле это несколько преувеличена хоть кровь и молоко действительно входят в их рацион карен бликсен писательницы которая 20 лет прожила недалеко от найроби низкой столицы известная по своему бестселлеру из африки рассказывала что масса и являются довольно дерзким народом но одновременно с этим они верны и порядочные они народ благодарны и добро они помнят долго также правда как и обиду барабайк танзания этот народ считается одним из самых добрых и миролюбивых в танзании а всего племен на территории танзании более 120 их представители гостеприимные дружелюбны ко всем иногда иностранцы им настолько нравились что вождь племени предлагал им взять в жену одну из своих дочерей члены племени ведут спокойный образ жизни это полу кучевой народ который живет по лунному календарю и поклоняется природным божествам для иностранных туристов они с радостью устраивают свои танцевальные шоу давая возможность узнать лучше их культуру они также делают медовое пиво которое можно отведать на сегодняшний день численность барабайк становится все меньше из-за давления более крупных племен и промышленности члены племени постоянно обращаются в правительство с просьбой о помощи сохранения племени и призывом оградить их территорию от посягательств цивилизации но пока это не сильно помогает рунгусы малайзия представители данной этнической группы проживают джунглях на севере острова барнео в деревянных домах коммунах это длинные узкие дома количество дверей в которых может достигать 75 питаются члены племени в основном овощами а также рисом картофелем иногда рыбой одна из отличительных особенностей племени украшения которые в большом количестве носят женщины они создают их из самых разных материалов бисера ракушек бусинах женщины украшают ими руки ноги шею и талию надевают они их поверх традиционного черного платья но на самом деле так они одеваются не всегда только по праздникам или в какие-то дни особых мероприятий например когда в гости приезжают туристы когда к рингу сам наведываются гости они учат их этническим танцам игре на носовой флейте и гонги и в качестве сувенира дарят одно из тех самых женских украшений пинта мьянма их называют озерными жителями так как живут они на озере инли их дома это хижина из бамбука построенные на забитых в дно сваях хозяйство тут ведется также на водной глади а местным транспортом служат лодки сампаны на которых необходимо гребля ногами туристы приезжают сюда с целью познакомиться с представителями племени пожить на воде а также прикупить себе платок который женщины племени создают из волокон длинных стеблей лотоса также здесь пользуются спросом сигары черут которые обладают целебными свойствами поэтому курят их даже монахи среди местных достопримечательностей и монастырь прыгающих кошек посреди озера буддийские монахи занимаются обучением котов и иногда даже устраивают с ними представления поэтому смело приезжайте сюда если любите животных друзья если видео вам понравилось жду лайк подписывайтесь кнопка под видео и пишите в комментариях какую точку планеты вы хотели бы отправиться конечно не забывайте заходить на мой второй канал с maps education где я рассказываю о зарубежном образовании